Мюнхен История Мюнхена начинается с 8 века, который основали монахи. Центральная площадь Мюнхена, Мариенплац. На площади установлена в 1638 году колонна Мария, Дева Мария, покровительница Мюнхена. У подножия колонны борются 4 ангела с голодом, войной, неверием и чумой. Высота колонны Девы Мария 11 метров. Новая ратуша построена в 1908 году в стиле новая готика. Монах-основатель города сторожит кинду. Исторические фигуры украшают фасад новой ратуши. В 11 часов. Часы-куранты разыгрывают 15-минутное представление из жизни Мюнхена. В представлении участвуют 43 ратушных колкола и 32 фигурки в человеческий рост. Мариенплац. Главная достопримечательность и популярная пешеходная зона Мюнхена. Просто выключить все. Посмотреть на город высоты птичьего полета можно с башни церкви Святого Петра. Это самый старый собор города. Вход на смотровую площадку пешком стоимость 3 евро. В фрауенкирхе собор при Святой Девы Марии. Собор построен в 1525 году. Высота фрауенкирхи 99 метров. Вмещает 20 тысяч прихожан. След дьявола. Если встать на это место, то не видно ни одного окна собора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нагулявшись по историческому центру, мы отправляемся на отдых в знаменитую немецкую пивную Хоффбройхаус В 1589 году основан Хоффбройхаус, прародитель Гильгем V Придворная пивоварня, где варили солодовое пиво до 1808 года В 1607 году основана вторая пивоварня, где варили пшеничное пиво Основатель Максимилиан I С 1826 года по указу Людвига I открыт доступ в Придворную пивоварню простому народу В 1879 год запатентован фирменный знак HB – Хоффбройхаус Знак представляет собой корону и две буквы H и B В 1896 году пивоварня переехала на новое место с увеличением площади до 11 тысяч квадратных метров 22 сентября 1897 года дворец Хоффбройхаус открыл свои ворота для любителей пива В пивной на третьем этаже расположена выставка 400-летней истории Хоффбройхауса В городе очень жарко, и мы отправляемся смотреть фонтаны Потрём нос кабану на удачу Мюнхен славится своими достопримечательностями Одно из них – это фонтаны Говорят, их около тысячи Фонтаны Мюнхена – произведения искусства, воплощённые в мрамор с бронзовыми скульптурами Пройдёмся по самым известным Фонтан Рихарда Штрауса в честь композитора Фонтан Брюннер Булберл Филисатир и мальчик Фонтан построен к Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене Фонтан Фишбрюнер или рыбный фонтан – самый старый фонтан Мюнхена 1343 года Фонтан памятник актрисе Элизе Каулингер Фонтан памятник лесничему Ройдеру Яклю Местный заводила и песенник Фонтан памятник актёру Вайсу Фердлю Автору баварских частушек Фонтан у Мюнхенского городского музея Самый популярный фонтан Биттельс Бахов Сооружён в 1895 году Фонтан 25 метров шириной, а высотой 4 метра Вход в старый город украшают старинные ворота Зендлингерские ворота Южный вход в старый город Ворота названы в честь села Зендлинг Изарские ворота Восточные Средневекового Мюнхена Единственные, у которых сохранился Хорбук Карлсторн Карловые ворота Городские ворота названы в честь Кюрфюста Карла Теодора в 1791 году С севера Триумфальная арка В Мюнхене много старинных церквей Одна из них Азамкирхи Или церковь Святого Непомука Частная церковь построена в 1746 году Братьями Азам Увековечили себя на фасаде Шедевр баварского рококо Фраункирхи Собор Святой Девы Марии Церковь Святого Духа Была построена в конце 14 века Церковь Святого Петра И смотровая площадка Теодор Кирхи Теодор Кирхи Построена в 1667 году В стиле итальянского барокко Нагулявшись по городу Нам захотелось пить Мы нашли магазин Минеральные воды Заглянули внутрь А там Пиво больше сотни сортов Вот тебе и Минеральные воды Немножко купили себе домой Город замечательный Нам все понравилось Хочется приехать еще раз Субтитры создавал DimaTorzok